Всем привет, друзья! Я в пригороде Парижа, встретился с Олей, Оль, что за место, где мы? Здравствуй, это Монруш, пригород Парижа, Парижское метро, небольшой город, очень приятный для проживания, мне нравится больше, чем Париж. Понял, что за место, где мы находимся? Это наша школа, открыли 2 октября совсем недавно, еще не закончили ремонт. Мы предлагаем уроки для детей от 4 до 9 лет, как дополнительное образование. Кроме уроков начальной школы, уроки балета, театра, заслуженным артистом России Олегом Владимировичем Макшановым, нас ведут уроки настоящие профессионалы-балерины, преподаватели со стажем 23 года и больше. Есть преподаватели из Русской шахматной академии, которые предлагают шахматы. И мы работаем со взрослыми тоже. Нашим взрослым предлагаем французский язык, с русскоговорящим преподавателем это намного легче для начинающих. А для французов предлагаем русский язык. Есть очень большой интерес к русскому языку во Франции. Как раз вот, да, реклама? Да, это как раз реклама. Как много французов хотят изучать русский язык? Ну, на самом деле, мы вот открыты только три недели, и я считаю, что можно с малого начинать. Я открыла группу два человека, и за три недели уже восемь человек. То есть потихоньку люди собираются. А почему французы проявляют к русскому языку интерес? У всех разные причины. У кого-то есть корни, бабушки, дедушки, кто-то... Дети особенных, да, когда приходят, французские дети, их родители приводят. Одна история. Мальчик 4 года, он занимается танцами, увидел девочку, которая говорит по-русски. Он спросил у мамы, это что за язык? Мама говорит русский. Я тоже хочу учить русский язык, потому что девочка красивая. И у кого-то дядя на французском языке говорит. Французы многие по работе. Лореаль, фирма. В том числе американцы, да, у нас одна ученица придет на пробный урок. Она американка, ей 40 лет живет в Париже. Полиглот и говорит, всегда мечтала выучить русский язык. Раз мы в Монруже появились, придем. То есть вот буквально каждую неделю два человека мимо проходят, видят афишу, потом мне звонят. Здорово. Да. Мы, кроме этого, как бы хотим все это шире подавать. То есть если это русский язык для французов, то будет еще, будет при этом разговорный клуб. Они могут раз в неделю встречаться, раз в месяц встречаться и обсуждать культуру России, какие-то традиции. Ну, уже когда уровень будет более продвинутый, да, у нас три ученика с уровнем авансы плюс, то есть между средним и продвинутым. Понял. Есть историки, с которыми мы сотрудничаем, и они хотят предложить курс лекций по французской истории для русскоговорящих людей, живущих здесь, и по связи между Россией и Францией для французов. Я думаю, тоже это будет интересно. То есть мы открыты различным проектам, которые помогают людям становиться умнее образованнее. То есть вот это даже для мам, для родителей и детей это очень интересно знать историю, да, странах, в которой мы живем. Мы еще в Монруже. Один из типичных скверов, таких много во всем Монруже, в Париже. Встреча разных семей, мамочек с детьми, нянечек, где можно познакомиться. Вот чуть дальше пройдем, там две площадки для детей разного возраста. Русских детишек очень много. Да, русских детишек очень много в себя на всех площадках, то есть очень быстро можно завести знакомство. Кто-то с мамами, кто-то с нянями, дети на пробытке. Цветочные магазины во Франции приносят столько радости женщинам на каждом углу, на любой вкус. Это главная авеню Монруже, Републик. Мы сегодня снова пришли в институт. Кстати, здесь видите на русском языке название.